Acura MDX предпочла прикинуться прототипом, но совершенно понятно, что серийная машина будет отличаться от концепта максимум на 1%. И это здорово, так как благородные пропорции и приятный дизайн очень идут этой модели. Как сейчас принято, автомобиль сделали длиннее и шире, но ради эффектного силуэта несколько занизили крышу. При этом MDX сохранил трёхрядный формат, однако авторы новой Acura уверяют, что потолок не будет давить на головы пассажирам. В плане техники кроссовер перебрался на ту же новую платформу, что недавно примерил седан TLX. Это значит, что спереди двухрычажная подвеска, а в приводе задних колёс индивидуальные многодисковые муфты. Основным остался шестицилиндровый атмосферник, который раньше выдавал около 300 сил. Показатели новой версии пока не опубликованы, а из интересного раскрыт лишь факт замены девятиступенчатого автомата агрегатом на 10 передач. Бонусом заявлен трёхлитровый турбомоторище мощностью 360 сил. К нему прилагаются перенастроенная трансмиссия, перекалиброванная подвеска и усиленные тормоза. Но этот вариант по имени Type S появится позже основного. К слову, дебют товарного паркетника отложен до начала следующего года. В Америке свежий MDX наверняка встретят очень тепло. Однако мы некоторое время назад проводили бренд Акура из своей страны. Да и российская Хонда чувствует себя не очень. Следующая новость – Акурат от родственной Хонды. Многие даже не представляют, как сейчас выглядит Аккорд. Ведь 10-е поколение седана до нашего рынка не дошло. Между тем, машина только что пережила, пусть небольшой, но рестайлинг. Оформление сменили только бампер и решётка. Зато инженеры расстарались сильнее дизайнеров. Одним моментом внедрив сразу несколько интересностей. Первую очередь – это новая начинка фар. С нею оптика светит дальше и ярче. Моторы обучились острее реагировать на нажатие педали газа, а гибридная машина охотнее активирует электрический режим. Адаптивный круиз-контроль работает плавнее, включая ассистент удержания внутри полосы. В салоне дело ограничилось доработкой медиасистемы, а также установкой двух дополнительных USB-разъёмов. Кроме того, у большинства комплектаций расширено оснащение. За океаном продажи новинки уже стартовали.